Сегодня мы отправляемся в круиз по рекам и каналам в Санкт-Петербург. Выиграли два билетика в гостеприимном Петербурге в честь открытия Сибона. Посмотрим, как это будет. Поехали! Петербург Вот и весь дождь в Санкт-Петербурге. Практически как в Лондоне. Только что прошел дождь. Все мокро. Буквально одну-две минуты полил. Город почистил. Деревья уже начинают зеленеть. Вот решили с собой чаю взять. Но не будем во время путешествия. Лишь горячий. Шатается. Шатается. Все. И тортик. Черепите в мытищах. Взяла свою бутылочку. Оказывается, она работает и на кипяток, и на холодную водичку. Компания Астромарин нас сегодня повезет. Мамке сумка британская. Рояль в кустах. Рояль в кустах. Рояль в кустах. На противоположном берегу располагается Альминалтейская дальничная. Здесь в ноябре 1705 года Федор заложил Альминалтейский двор. В целом строительство города и Леха Российского флота. Продолжение следует. Компания Альминалтейская дальничная губерна. В то же время Петербурге. В то же время Петербурге. Компания Альминисская дальничная губерна. Вы можете приобрести бреды на любые экскурсионные направления. Метеоры в Петергофт в Кронштадт, Метеоры в Петергофт в Кронштадт. За пастерейщик, круизы под разводными мостами, гастрономические и музыкальные. Добрый день, дамы и господа. Рады приветствовать вас на борту теплохода «Пальмиро», следующего по маршруту «Сити-Сайт-7.0». Во время путешествия нам предстоит пройти под многими мостами. Они удивительно прекрасны, но могут дарить опасность, так как написают на структуру. Поэтому будьте, при проходе под мостами вставать и в коем случае нельзя. Отдумайте капитана теплохода и всего экупажа желаем вам приятного аппетита. Следующая остановка – Петропавловская поляпасть. Впереди петранки – 1С-7.0. Отдумайте, что у нас нет ни одного гостя по маршруту. Официально садимся на структуру. Попробуем, что у нас нет ни одного гостя, ни одного гостя, ни одного гостя. Официально садимся на структуру. Магч Batteria – 1С1.0 в АДС1.0. Нижう призikte, как у нас нет ни одного гора, ни одного гостя. Последняя нужна гостя. Официально садится dampen был. Официально садится Typh당 hysmet himself, Но чем у нас нет ни одного гостя, ни одного гостя. а завораживающий а и 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 С французского Словадо-этаж «Место уединить» или «Иженачи». Рядом со зданием Семеновица Екатерина II приказала построить «Малый этаж-этаж» – уединенный уголок, где она могла бы любоваться к шатаминам искусства и обсуждать литературные произведения со своими приближёнными. Проезжаем в Петропавловскую крепость. Да ты что, правда, Толя? Не знаю, посмотрим. Ну да, раз это достопримечательно, значит, там должна быть Кто не знал, что это Петропавловская крепость? Кто не знал? И, наконец, отделённый из земли. Я не знала, когда-то. Великолепный терминтажный театр светло-бирюзового цвета с зеленой пешей. Здание построено в 80-е годы 18-го века. Хочется выпить. Кофе. Кофе. Всё. Патриотизм так и пел. Повторю. И его отделка сохранились до настоящего времени. Хорошо, что кораблик такой низкий, ему прямо по воде идёт. Ммм. И кадры получаются вот такие вот. Крепость строилась по бастионной системе, самой передовой на то время, разработанной в связи с развитием огнестрельного оружия. В отличие от строившихся ранее в русских кремлях круглых башен, вынесенные вперёд бастионы позволяли просматривать и порасстреливать пространство перед крепостью во всем направлениям, в том числе и вдоль крепостных стен. Таким образом, не оставалось мёртвой зон, пространство, в котором мог бы укрыться от огня крепостной артиллерии выступающим противникам. Мы приближаемся к Троицкому мосту. Он стал третьим постоянным мостом, построенным через Большую Невуну. Название мост получил от Троицкого собора и площади, находившихся на Петроградской стороне. Его ажурное порвление соединяет в себе величественные имперсности и строгость инженерных стандартов. В конце XIX века возникла необходимость наведения в месте постоянных управлений для расцветия Петроградской стороны и северных островов движения. Были объявлены международные конкурсы, для этого тренировка катастрофа получилась ли у санцузского инженера Александра Петербурга, знаменитого автора этой башни в Париже. Но к реализации его принят другой проект, французская фирма «Ботелью», чьи решения были приводны национальными и удобными к риску. Иркс Крым «Ботелью», император Николай II и французский президент Филикс Форн. Установлена на месте Троицкой церкви XVIII века. Церковь была очень значимой. Именно здесь, когда первого начали Теоргом Пиратра, а Россия впервые в своей истории стала Небелью. Однако в 30-е годы XX века церковь была разобрана большевиками, как не представляющая культурные ценности. И лишь в год 300-летия с огня основания города на месте Троицкой церкви была установлена маленькая часовня. Рядом в старину находилась Троицкая площадь. Заканчивается Петровская набережная. От Большой Невы деляется один из юрковов – Большая Невка. У причала Большой Невки пришвартован легендарный крейсер «Аврора». Крысер сыграл особую роль в революционных событиях 25-го вентиля или 7-го вентиля по новому стилю 1917 года. Холостой зал «Авроры» стал сигналом к началу штурма Зимнего Творца, когда было арестовано Временное правительство и власти пришли к Большой Невки. Соборная мечеть, Троицкая площадь и другие достопримечательности. Следующий теплоход придет согласно расписанию через час. Желаю вам хорошей прогулки. Не туда. Естественное небо и将ков подписания через час. Вообщем пока! Всем привет! Пересед Sache, Троицкая площадка. Влечкаalamuwa sumer Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 На правой берегу фонтанки разместился «Анничка дворец», построенный в середине 18 века по распоряжению Мироприцы Елизаветы Петровны, под руководством архитектора Семенцова, Дмитриева и Ростыева, и григория гуалита, графа Алексея Григорьевича Разумевского. Позвание дворца, так же как дворца, связано с фамилией офицера «Анничка», позже – канал Грузосуба. Сейчас главный посад дворца перекрывает два корпуса, возведённые в стиле классицизм в начале 19 века Джака Макваренки. Там располагался кабинет его императорского величества. Это учреждение ведало имуществом русской императорской семьи, в том числе отвечало за учёт и хранение государственных драгоценностей и заготовку подарков, которые Романовы преподносили в технических детях и государственных торжествах. «Мы находимся у одного из самых красивых мостов – моста Ломоносова, названного в 17-20 века в честь русского учёного. Но в 80-х годах, в 17-го века, через Лонтанку было переброшено семь одинаковых мостов-близнецов. И как раз такой мост – у него четыре хранительных башня, в среднем воде раньше не надо, я снимаю. И разводился с помощью цепей. А в башне разрывались и развороты механизмы. Старинное название моста – Чернышов, а современное мост Ломоносова. Проходят улицы Ломоносова, Краснодар, Ломоносова и Семеновский мосты. Когда-то в Москве не таким же образом. Сейчас на вопросах осталось только два таких моста. Мы проходим рядом с гостями мостов. Этот пешеходный мост был построен в начале 20-го века специально для прокладки теплофикационных труб. До сих пор его полотно выношено досками. Назвокие моста связаны с торговыми помещениями на подалеку, которые в 80-х годах 19-го века принадлежали домоплательцу по фамилии Горскин. На правом берегу находятся три трехэтажных похожих дома, чьи фасады выкрашены в розовые, желтые и голубые цвета. В народе эти здания известны как «Три сестры». Эти дома принадлежали дочерям Марки Петровича Полтаранского, руководителя императорской клинической капеллы. Здания возводились в 90-х годах 18-го века в стиле классицизм. Но только два первых дома сохранили первоначальный облик практически без изменений, в то время как последний дом голубого цвета был перестроен в середине 19-го столетия. Этот дом был известен благодаря литературно-художественному салону семьи, который посещали писатели, композиторы и художники Кипренский, Крылов, Жуковский, Глинка, Пушкин. Хозяйка дома Елизавета Оленина приходилась теткой Ане Керн, которой Пушкин посвящал свои стилотворения, самые известные из которых Якома Чудное Мгновение. Принято считать, что знакомство Павлина с девушкой произошло именно у Алины. Рядом располагается Абуховский мост, названный по фамилии посадского человека Абухова, построившего здесь мост в 1717 году. В 30-х годах 18-го века мост назвали Саарский, поскольку он находился по дороге на Саарскую мысу, Царское село. Но это название не прижилось. В конце 30-х годов 20-го века мост полностью перестроили, так как он был значительно хуже Московского проспекта, продолжением которого является сейчас. Это один из старейших полков Российской империи, основанный в 1-й 3-й 18-го века по указанной кратрице Анны Иоанновны. Около Казаром находится одноименный мост – Измайловский. В 19-м столетии 7-й у Измайловского моста на льду фонтанки усталивали каток, где можно было покататься под музыку. Мост является частью Измайловского проспекта слева, а сразу за мостом справа – Вознесенский проспект. Это одна из центральных старейших магистралей города. Третий луч на плане состройки Петербурга, идущий на данный отъезд. На участной кратрице Анны находится в основном доходные дома, предназначенные для сдачи квартир в наем. История Петербурга неразрывно связана с морем. Поэтому эта церковь, возведенная в морской слободе вблизи строительных верфей, была освящена в честь укровителя мореплавателя, святителя Николая Чудотворца. Собор возродился как морская пулковая церковь. Однако по повелению императрицы Екатерины II, при которой было завершено строительство, собор начали именовать главным морским собором империи. Он стал символом ее морского величия и победы. Со временем Екатерины II, победы русского флота праздновали в Никольском соборе. Никольский собор мог выступать лишь в Европавловске. Кроме того, это один из главных соборов, который продолжал работать даже после два рождения. Всю вторую половину XX века он сдался под играми. Собор удалось сохранить самокисторический облик и интерьеры, а также множество церковных объявлений. Справа один из самых известных педагогов России – музыкальный театр Мариинский. История Мариинского театра берет свое начало от основанного по указу Екатерины II в 1783 году Большого театра, который находился на месте нынешней консерватории. В 1848 году выдающимся архитектором Альбертом Кавосом, ярким витарителем позднего классицизма, было возведено здание Мариинского театра. Название театра связано с именем супруги Александра II, императрицы Марии Александровны. Первое представление театра состоялось 2 октября 1860 года. Это была оперативная клинка «Жизнь Суфая». Слева, с большими панорамными окнами и украшенная мрамором, здание новой сцены Мариинского театра, создавшая ведущая партия в классических балетах «Жизе», «Спящая красавица», «Щургончик», «Лебятиное озеро». После революции Тамара Красавина уехала в Великобританию и продолжала выступать в русских балетах Сергея Тягиева. В этом же доме находилась квартира Федора Стравинского, оборудован в царь солиста Мариинского театра. Здесь первые 20 лет своей жизни пробил ему сын Игорь Стравинский, ставший одним из крупнейших русских композиторов 20 века. За мостом виднеются высокие деревья, а за ними архитектурный комплекс Новой Голландии. Это сооружение, построенное из красного кирпича в 18-м столетии, использовалось как склады для сушки леса, которые применяли при строительстве кораблей. Согласно легенде, название Новой Голландии было дано островом личным императором Патрон-Петрон. Это могло объясняться тем, что здесь работали приглашённые петром горландские городостроители, а местность им напоминала Казантия. И строительство каменных зданий для лести деревянных построек на острове Голландии было завершено к концу XVII века. Чертёж острова, выполненный в сухом крепостном стиле, создал архитектор сам Батч Мальдинский. Оформлением фасадов создавался Жан Батист на Билле Голомо. Им были созданы проекты классических порталов и выбор фасадов, выходящих на каналы. В 2011 году остров Новая Голландия открыл свои двери для посетителей. Здесь располагается множество креативных пространств, бар, музеи и выставки современного искусства, рестораны и зоны отдыха. Рядом с Новой Голландией расположен Краснодарский мост, название которого происходит от находившихся поблизости морских казарм. Этот мост теплопровод был сооружен в конце 50-х годов XX века и приспособлен для движения пешеходов. Здание из красного кирпича слева с мостом Центральный морской музей. Он был построен предположительно в 1770-е годы французским архитектором Жаном Батистом Вален-Беломо. Где Юсупова? Ну-ка покажи. Да, правильно. Ты была там внутри? А я была. Там Распутина убили. Всего Юсуповым принадлежало более 50 дворцов. Ахтунг, ахтунг. На Исааке держим путь. Смотри, какой красивый вход. Вообще освещение такое обалденное. Этот дворец особенно известен благодаря трагическому событию. 17 декабря 1916 года в подвале дворца был убит Григорий Распутин. На домашний театр, на сцене которого блистали Фредерик Шопен, Федор Шалякин и Полина Виардо. Незаурядным актерским талантом обладала Зинаида Юсупова. Она участвовала в постановках домашнего театра наравне с приглашенными известными актерами. Сейчас дворец знакомится с последних владельцев. Также в нем представлена экспозиция, рассказывающая об убийстве Распутина. Сразу самостоп справа небольшой двухэтажный дом, который принадлежал знаменитому французскому архитектору Овесному Феррану. Он был из Петербурга в первую половину 19-го столетия. С именем этого выдающегося сочек связано строительство Исаакиевского собора, которое мы видим в Боршине, а также сооружение полицанской области на Борьковой площади. Здесь в Борьковой площадке Санкт-Петербурга, а также сооружение полицанской области на Борьковой площади. Слева расположено необычное здание доводяется культурой работников связи. Впереди слева, около Синего моста, установлена гранитная стела Ординар, на которой указаны уровни подъема воды во время крупнейших доводнений. Наиболее масштабным и разрушительным было наводнение, произошедшее в ноябре 1824 года. Тогда уровень воды поднялся на 4 метра 21 сантиметра. В историческом центре много мест, связанных с романами. Мы находимся около Исаакиевской площади, слева от нас, на которой находится памятник Николаю Первому, а за ним Исаакиевский собор. Мариинский дворец справа, принадлежавший дочери императора Николая Первого Марии, был построен в 1899-1944 годах. По проекту императора Андрея Рушко-Петербурга. На набережной бойке, справа и слева от нас, находится множество доходных домов, возведенных в середине 19 века и предназначавшихся для сдачи квартир в наем. Их активное строительство было связано со стремительным ростом населения города. Эти постройки позволяли разместить большое количество жильцов на относительно небольших в себе участках. Сдача квартир в наем приносила их владельцам немалый доход. Поэтому новые дома возводились в кратчайшие сроки, на их строительство уходило около 5 месяцев. Причем из-за возведения доходных домов сократилось количество особняков, поскольку предприимчивые люди скупали участки, которые были залиты особняками, и на их месте строили высокие для того времени дома для сдачи квартир. Чтобы разместить как можно больше помещений и увеличить прибыль, многие доходные дома имели большие внутренние дворовые линии, плотно примыкающие к соседним участкам. Из-за этого стали появляться тесные, плохо освещенные и почти лишенные доступа от свежего воздуха дворы-колодцы. Доминанта участка набережной, вдоль которой мы движемся, здание слева с огромными окнами, увенчанное куполом, возведенной в начале 20 века в стиле модерн. Это торговый дом Эсдерс из Хейфальс. Стефан Эсдерс был владельцем огромной швейной фабрики в Брюсселе и имел филиалы не только в Петербурге, но и также в других крупных городах Европы. Здание торговой компании на углу Мойки и Гороховой улицы стало первым в России многоэтажным магазином. Из-за своего расположения этот престижный универмаг был известен под названием «У Красного моста». Это был шикарный, просторный, залитый светом магазин, где продавалось буквально все – от крошек и перчаток до ванту и шляпок. В 2009 году в бывшем здании фирмы Эсдерс из Хейфальс и трех соседних домах, которые раньше занимала фабрика одежды, была начата масштабная реконструкция. Были восстановлены башня со шпилем и стеклянный купол. В наши дни во дворцовых помещениях располагается Российский государственный педагогический университет имени Герцога. О былом назначении здания как благотворительное учреждение напоминает изображение великана с петенцами на центральных воротах. В европейской геральдике великан, кормящий своих детей – символ самоотверженной родительской любви. Считалось, что он разрывает плювом собственную грудь и кормит голодных птенцов кровью. Сейчас это изображение является гербом находящегося здесь университета. Далее дворец розового цвета, принадлежавший графам Строгановым. Он был разведен в 50-е годы XVIII века по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрейли в стиле воронка. Принадлежал знаменитому роду сначала баронов, позже графов Строгановым, коллекционеров и меценатов. Строгановым были владельцами одной из лучших частных художественных коллекций, которая размещалась в дворце и специально построенной галереи. В господинской коллекции ценности были инфраструктуры и распределения «Грометаж и Русский музей», имелом которого сейчас являются дворецы. Мы приближаемся к Зеленому мосту и пересекаем Невский проспект, центральную и самую известную улицу Петербурга. В XIX веке это было одно из любимых мест для прогулок советской кубики. На Невском располагались дома известных людей, пышенобильные магазины, рестораны и конференки. Это было раньше картье. Слева на пересечении Невского проспекта, но оно не работает, видимо. Создание желтого цвета, которое приобрело свой современный гоблик в начале XIX века. 42, по-моему, да. Он обижал кубцу Катурмину. Вот здесь вот я когда-то работала. Но в доме находилась знаменитая ходительская «Гольфо и Гранжер». Сейчас уже нет, по-моему. Любимое место встреч писателей и поэт. На третьем этаже. В кафе бывали Лерминков, Чернышевский, Достоевский. Здесь Пушкин ждал своего суппортанта Карла Танзаса, а затем отправился на уставшую для него парковой Туэ. В конце XVIII века на месте розового здания справа находилась лучшая гостиница Петербурга – Демутов трактир, принадлежавшая предпринимателю Филиппу Яхову Демутов. Особую известность этому месту принесли его постояльцы. Здесь часто и подолгу останавливался Пушкин. В 1828 году в этом отеле поэт за три недели написал поэму «Волтава». Отмечал с друзьями и лицеистами годовщину выпуска. Сюда поэтом для знакомства приходил еще неизвестный Николай Гогрин. Здесь снимал номер, приезжавший из Петербурга «Демутов трактир пришел в упадок». Сейчас здесь даются партиры в ныне. Мы проходим мимо главного архитектурного ансамбла Петербурга, образованного дворцовой площадью, с дальним генерального штаба и семи дворцов, в котором находилась официальная семья резиденция российских императоров. Этот архитектурный комплекс, расположенный с левой стороны, закрывают корпуса главного штаба, в котором находилось военное мистерство. Сейчас здание Зимнего дворца полностью занимает государственный амитаж, один из крупнейших музеев мира. Его коллекция насчитывает около 2 миллионов 700 тысяч предметов мирового искусства, охватывая период от первобытного общества до 20 века. Интересно, что в залах выставлено лишь одна десятая музейных сокровищ. Однопролетный наручный мост, существующий сейчас, был сооружен в 1840 году. Его украшают уникальные открыты ажурные черновные решетки, подбивающие в трудное окружение. Первым, кто проехал нас во время открытия, был император Николай, который, согласно легенде, и выбрал место для строительства. Легенда гласит, что граф Юрий Коловкин, живший на противоположном от земли дворца берегу Мойки, торопился на обед императору. Садясь в лодку на переправе, он поступился и упал в воду. После этого случая, рекомендую и принадлежность о строительстве этого здания. Мы проходим второй сентября мост и подаем к зимнему каналу, самый острый от города, ширина которого около 27 метров. Этот канал соединяет Неву с Мойкой, а его название происходит от зимнего дворца Петра I, который был возведен в начале XVIII века на участке справа. По указу императрицы Екатерины II, итальянский архитектор Джакомо Кваренги построил на месте зимнего дворца Петра I придворный театр. С XVIII века театральные спектакли при царском поле стали традиционными и сопутствовали многим празднествам. В наши дни в театре на южные спектакли обзор на петле устраивали русские. Через 7 канала сегодня мы перезарим на мостах. Сейчас мы проходим первый сентября мост. Этот горбатый каменный мост был построен в конце XVIII века и до сих пор сохранил свой призначный мир. С него располагается большой или старый планетаж. Старым его обстрелизовать, когда было построено здание нового этажа. Старый планетаж был сооружен для постоянно растущего собрания произведения искусства и книг императрицы Екатерины II. Чтобы соединить траметажный театр со старым планетажем, через зимнюю канавку была перекинута высокая арка галереи, созданная по проекту Джаком Акваренде. Когда галерея была построена, завестники пытались опреветать архитектора в глазах императрицы и пустили слух, что арка очень непрочна и может упасть в любой момент. Екатерина, дабы развеять все домыслы, приказала обустроить в Галереи грандиозный пир со множеством приглашенных. Само собой разносится, что арка-мост, проект, который вначале продуман и рассчитан, выдержала празднество, после чего просто объявила прочности и ушей. Проходя в арка-мосток, мы попадаем на землю. Нева – главная водная магистраль Петербурга. Кажется, что в этой широкой величавой реке живет душа горда. На берегах Невы сформировались величественные архитектурные ансамбли, на нее смотрятся дворцы и мосты. С петровских времен повелось, что именно над Невой гремят салюты в честь побед и праздников. Нева считается одной из самых полноводных рек Европы. Она несет воды столько же, сколько реки Днепр и тон в полном месте всякой и славится своими наводнениями. Ее протяженность – 74 километра. По авелью вод Петербург занимает одно из первых мест в мире. Они составляют десятую часть этой территории. Здесь же перед нами раскинулась главная водная площадь Петербурга – Петровский разрыв. Это самое широкое место на Неве. Здесь ширина реки достигает 1 километра 250 метров. Водная пространство Петербурга практически с самого момента основания города стала наобъемлемой частью его повседневной жизни. Изначально все перемещения по Петербургу осуществлялись в основном водным, а не сухопутным транспортом. Поэтому неудивительно, что река Нева неоднократно становилась местом праздничных торжеств. Кроме того, здесь, в Петровском разрыве, праздновались спуски кораблей на воду, дни рождения города, церемонии начала навигации и многое другое. Словом, имена акватории Неве. А я не знаю, мне кажется, мы сейчас поедем вокруг Петропавловской и как-то там вернемся. Знаем, посмотрим сейчас. Существует несколько версий происхождения названия Нева, что означает болото. И, наконец, допускают, что название пришло из шведского языка, от слова Ню, означающего новое. В данном контексте – новая река. Нева играет неоценимую роль в жизни Петербурга. В ее устье возникла новая столица России. В нескольких набережных украшают лучшие архитектурные ансамбры. Нева, как главная водная артерия, стимулировала развитие города. Она стала свидетельницей многих знаменательных страниц его истории. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это zwei новые экспонаты Мы её увидим Сразу за двойцомом мостом Справа по ходу движения Здание персонажого цвета многоярусной башней наслаждается в свое время В станем еще введены музей Владимир Владимировщиков Отбел к росической автитике 19 Овгарпедии Узей умывает уникальная коллекция временной сказала Петроvas суд подогнал Многих народов мира. Пётр I прекрасно понимал, как много даёт знания анатомии для развития хирургии и медицины. Поэтому в 1717 году приобрёл прославившуюся на всю Европу анатомическую коллекцию редкостей и родцев знаменитого голландского анатома Фредерика Рюйша. Коллекция и в сей день хранится здесь и является одним из самых крупных поселитых собраний такого рода Фредерика Рюйша. Сразу за кунт-камерой мы можем видеть торец ещё одного немаловажного для истории нашего города здания. Здание 12 коллегий. Предназначено здание было для важных государственных органов и коллегий, которые были образованы государем вместо существовавших ранее приказов. А также для Сената, заменившего Боярскую думу, и Сената, главного церковного города России, появившегося после упразднения метро, раньше с участия ведущей архитектора той поры. Наиболее удачным был признан проект архитектора Доменико Трезини. Во-первых, он был наиболее недорогим, во-вторых, композиция здания Трезини была рациональна. Учтено то, что главные органы государственного управления должны работать сообща, соответственно, и находиться рядом. Вместе с тем, создан эффект, что дождь, то солнце. Так и живём. Отсюда и название 12 коллегий. Строительство вносит 20 лет, смывая его с берега. Поэтому каждый следующий собор строился всё дальше и дальше от воды. Строительство четвёртого и последнего Сантьевского собора велось по проекту французского архитектора Агюста Монферрана, который посвятил большую часть жизни этому проекту. Строительство длилось 40 лет и было закончено всего за месяц до смерти Монферрана. Сам зодчий высказывал пожелание быть похороненным в одном из подземных сходов Сантьевского собора. Однако император Александр II не дал на это разрешение, поскольку он французский был католиком. Собор преподобного Исаия Толманского освидели в Петербурге 11 июня 1858 года, в день рождения царя Петра Великого. Пётр I осознавал, что для воплощения его идей о благе России является необходимым не только распространение в стране образования, но и насыщение народной жизни искусством, как важнейшим элементом истинной культуры. Мысль о создании Академии наук и художеств в России была высказана Петру I ещё в конце 90-х годов XVII века. Но сам Пётр Великий не застал строительство Академии художеств в современном его виде. Справа по борту мы видим монументальное здание Академии художеств, созданное по инициативе великого русского учёного Михаила Ломоносова и известного просветителя того времени Ивана Шувалова. Именно Шувалов пригласил из-за границы педагогов, набрал первых учеников и в 1758 году подарил Академии свою прекрасную художественную коллекцию, положив этим начало гипнотеки и будущему музею. В 1764 году Екатерина II, утвердив устав и штаты, даровала Императорской Академии художеств привилению. В том же году по проекту архитектора Жанна Батистова Валента Ламута и Александра Кокорнина началось строительство каменных зданий Академии Великонии, которая закончилась в 1788 году. Академия художеств была одним из самых прогрессивных учреждений того времени. В разные годы ее закончили такие выдающиеся шпопейцы, как Карл Брылов, Илья Репин, скутторы Степан Пименов, Иван Карпохи, архитекторы Андрей Воронихин, Николай Пенуа, Владимир Шуков и Волгой Труйков. Ну наконец-то мы прибыли, сейчас поедем домой. Вот смотрите, начинали мы наше путешествие в 15.35. Был ливень, я вам показывала. А теперь какое солнышко светит. Вот так и живем, как в Лондоне. То дождь, то солнце, то дождь, то солнце. Великонский санкт-петербург. Субтитры создавал DimaTorzok